Добрый день дорогие зрители канала! Сегодня с вами ESETSmart и в данном видео мы рассмотрим прошивку Samsung Galaxy S5 SMG900FD. Мы будем шить Lionagen OS, то есть мы будем обновлять. Как же прошить на Lionagen OS? Все мы так ждали эту прошивку. Я хотел бы прошить эту кастомную прошивку. Наверное и вы тоже хотите прошить. Итак, в этом видео я подробнее расскажу как прошить Lionagen OS, где скачать эту прошивку и где скачать GAPS. Итак, приступаем. Открываем Google, вбиваем Lionagen OS. Lionagen OS. Первая ссылка ведет на официальный сайт. Lionagen OS.org. Открываем эту ссылку, нажимаем Downloads. С левой стороны ищем наш телефон Samsung Galaxy S5. У нас это S5 DUOS, KLTE DUOS. Выбираем его. Наши прошивки. Это у нас 25 января выходила первая прошивка. И мы скачиваем последнюю версию прошивки. Это у нас 2017 года 14 числа 2 месяца. То есть в этом месяце 14 числа. Нажимаем на него и идет скачивание нашей прошивки. После того как вы скачали Lionagen OS, мы будем качать GAPS. И первая ссылка OpenGAPS.org. Открываем его. Выбираем ARM платформу. Android у нас 7.1, у нас 14.1. И это у нас Android 7.1 Nougat. Вариант какой вы будете качать. Есть несколько версий. Мы выбираем Pico. А есть Nano, Micro. Но мы выберем Pico. И у нас это размер 131 МБ. Скачиваем его. Теперь нам нужно скачать Odin и TvRP. Нажимаем SM-G900FD. Переходим на FOPDA. Регистрируемся. И входим под своим аккаунтом. Нам нужно выбрать официальные прошивки, драйвера и утилиты. Скачиваем Odin. USB драйвера нам тоже установить надо. Скачиваем Odin. У меня это последняя версия 3.12.5. Наш Odin скачался. Теперь нам нужно скачать TvRP. Где же взять TvRP? Нажимаем root recovery ядра. Спойлер. Получение рута на 6 андроид. Выбираем эту ссылку и качаем наш TvRP. Поставить recovery вот эту вкладку. Нажимаем на него. И у нас TvRP. Переходим по первой ссылке и скачивается наш TvRP. Вот наш LineageOS 14.1. Вот наш TvRP. Вот Odin и OpenGaps. OpenGaps и LineageOS копируем на наш телефон. Подключаем наш телефон. Выбираем нашу microSD карточку и копируем именно сюда. Происходит копирование. Odin нужно распаковать на наш корень локального диска C. Выключаем телефон. Выключили телефон. Теперь нам нужно зажать три клавиши. То есть клавишу... Вот вибрация произошла. Вот клавишу уменьшения громкости. Home. И клавишу включения. Резко зажимаем. Телефон завибрировал. И видите, continue. То есть клавишу увеличения громкости. То есть клавишу вверх. Нажимаем клавишу вверх. Все. В режим Downloads. Все. Мы его подключили. Запускаем Odin. Предварительно желательно бы убрать авторебут. Убираем авторебут. Мы будем сами вручную его перезагружать. Выбираем AP. Локальный диск C. И выбираем наш TvRP. То есть Custom Recovery. Нажимаем Start. Наш Рекавери прошился. Теперь нам нужно выключить полностью наш телефон. Можете передернуть батарейку. А можете просто нажать клавишу выключения. Теперь нам нужно зажать клавишу увеличения громкости. Клавишу Home. И клавишу включения. Наш телефон включается в режиме Рекавери. TMV на Рекавери. Вот TMV на Рекавери Проджект. Теперь нам нужно сменить язык. Нажимаем Select Language. И выбираем наш язык. Русский язык. Чтобы было нам все понятно. Также можно поставить галочку. Больше не показывать это при загрузке. Нажимаем Swipe влево. Разрешить изменения. Теперь вот наш TMV на Рекавери Проджект. Теперь нам нужно выполнить очистку. То есть сделать вайпы. Очистка. Выборочная очистка. Dalvik. ART Cache System. Data. И кэш выбираем. Swipe для очистки. Очищается. Переходим к главному окошку. Выбираем установить. Теперь нам нужно установить нашу прошивку. Выбираем выбор накопителя. Micro SD Card. То есть нашу флешку выбираем. Теперь нам нужно выбрать Lineage 14.1. Android 7.1. Наугад. Теперь выбираем Swipe для прошивки. И у нас проходит прошивка. Ожидаем какое-то время пока прошьется наш телефон. Теперь нам нужно прошить гапсы. Переходим назад. Не выходим отсюда. И сразу же прошиваем Open Gaps. У меня это Open Gaps ARM 7.1 Pico. Выбираем Swipe для прошивки. И у нас идет прошивка Open Gaps. Ожидаем какое-то время пока Open Gaps не зашьется. Выбираем перезагрузка в OS. Проходит у нас перезагрузка. Теперь ожидаем какое-то время пока загрузится наш Lineage OS. Выбираем наш язык. Наш Lineage OS установлен 14.1. На этом наша прошивка закончена. Теперь надо протестировать эту прошивку. Как она работает. Насколько хороша она работает. Ведь предыдущий CyanogenMod 14.1. В нем было много ошибок. Вторая симка не работала. А теперь у нас версия Android 7.1.1. И у нас должно все работать отлично. А на этом прошивка Lineage OS 14.1 закончена. Надеюсь вы сумеете прошить ваш телефон. И ведь это у нас Lineage OS. Наук от 7.1. Друзья. И это у нас должно работать стабильно. А с вами был EZSmart. Ставим лайки и подписываемся. Удачи вам в ваших прошивках.